Вятский палеонтологический музей – узкоспециализированный музей Скирова. Одно из направлений их деятельности – это популяризация палеонтологии, для чего несколько лет назад запустили проект «Древняя жизнь», который ездит по городам нашей страны с 2020 года и, наконец, добрался до Рязани. Выставка включает в себя более полусотни экспонатов, которые относятся к животным и растениям из разных геологических эпох. Буквально от 700 или 800 миллионов лет, самый древний экспонат у нас представлен, и, конечно же, до динозавров. Выставка заканчивается тем, что динозавры исчезают с лица нашей планеты. И вот на всем этом протяжении, то есть все вот эти более, как я уже сказал, полусотни экспонатов, они и иллюстрируют, а как же шло развитие животного и растительного мира на нашей планете, какие организмы были в самом начале, как они продолжали эволюционировать и развиваться. Животные пермского периода, а это около 260 миллионов лет назад, представлены на выставке довольно подробно. В Кировской области есть огромная территория, где находят останки этих животных, населявших планету до динозавров, котельническое местонахождение париозавров. Поэтому им и посвящена значительная часть выставки. Оригинальные находки, они, конечно же, должны быть защищены от воздействия каких-то внешних факторов. Поэтому, конечно же, те экспонаты, которые без ограждения находятся, как вот, например, черепа за моей спиной, это, конечно же, достоверные копии оригинальных находок. Кроме того, у нас представлены фундаментальные находки с точки зрения палеонтологии, такие, как, например, всем известный скелет археоптерикса. Находка, которая долгое время считалась промежуточным звеном между вот как раз рептилиями и птицами. Оригинал находки хранится в Германии. И вывести его оттуда, ну, по мне, это близко к невозможному. А без этой находки, ну, конечно же, демонстрировать было бы весьма и весьма проблематично. Поэтому точные копии, они, ну, действительно, здесь у нас также присутствуют. Но поскольку, как я уже сказал, наш музей занимается не только выставочной деятельностью, но и раскопками, то часть экспонатов, конечно же, здесь это и подлинники. Вот с чего я начинал наше интервью. Самый древний экспонат, там, около 700 миллионов лет назад, это строматолитовая, так называемая, постройка. Это подлинник. Также здесь представлены подлинники насекомых. Там вот представлена у нас стрекоза этого самого существа. Часть флоры, которая представлена на выставке, это, ну, действительно, экспонаты из наших сборов. Ну, и зубастые, так называемые, да, существа лабиринтодонты, черепа, точно так же, да, это одни из оригиналов на данной выставке. Выставка знакомит с миром, существовавшим миллионы лет назад, с его поэтапным развитием и усложнением до момента вымирания динозавров. В моей радости география наших выездов, она расширяется. И то есть мы уже работаем не только на территории Кировской области, но и выезжаем и в соседние регионы. На самом деле это очень здорово, потому что таким образом мы и взаимодействуем с коллегами, и, конечно же, взаимодействуем и пополняем фондовую коллекцию нашего музея. Так, например, были у нас выставки в Республике Удмуртия, мы, соответственно, посетили точки в Республике Удмуртия. Были мы в Ульяновской области, посетили, конечно же, там, да, водохранилище, где как раз познакомились с морской фауной юрского периода. Ну, так пока получается. Сейчас мы приехали познакомиться с коллегами из вашего замечательного города. И не исключено, что когда мы приедем выставку забирать, возможно, по окрестностям Рязани, мы поездим и посмотрим, что есть из вашей палеонтологии. Кроме работы проекта, у коллектива Вятского палеонтологического музея большие планы на сезон. Например, выемка мамонта со дна реки Вятки. Его обнаружили еще в прошлом году. Теперь предстоит достать. Получится ли, мы узнаем, когда сотрудники приедут забирать свою выставку. А пока познакомиться с древней жизнью планеты в Рязани можно до 10 сентября.